Прекрасно. Так, значит, вот кто выпил мой коньяк. Кирюша, пойди сюда. Так, Панарин, Натан Сергеевич, полмужской. Глухой переулок, дом 3, комната 37. Интересно, а где же такой глухой переулок? Борисова Кукуева. Не смешно? Что вы молчите, Анатолий Сергеевич? А что говорить? Какого черта вам нужно от моего сына? Я вас предупреждаю, если вы будете врать, я вас в парашюк, Санта. Ясно вам? Спрашивайте. Как вы познакомились с моим сыном? Случайно. Где дверью ошибся? Интересно, в какую же квартиру вы хотели попасть, чтобы попали в нашу квартиру? В 38-ю. Знаете, 38-я квартира в другом подъезде? Да, представляете. Я, значит, подъезд на машине, вот как бывает. А может, вы еще и дома ошиблись? Это какой-то... Так ясно. Значит, на мои вопросы вы отвечать не хотите. Окей. Я пока вопросов-то не слышал. А я задала очень прямой вопрос и простой. Что вы делали вместе с моим сыном? И что вас связывает с Кириллом? Что нас связывает? Дружба. Просто отношения. Что вас связывает с вашими подругами? С моими подругами я связываю общий интерес. Значит, они у нас тоже общие. У вас? С 10-летним мальчиком? У меня с 10-летним мальчиком. Послушайте, вы что, его домогались? Вы больная? Что вы несете? А с какой стати вы представились его отцом? Я представился. Вы представились? Я представился. Вы, прежде чем допрос устраивать гражданка следований, сначала попытались бы разобраться, что происходит уже у вашего ребенка. И почему он при виде первого встречного проходимца бросается к нему... С криком «Папа!» И кто его до этого довел? Я! Или, может, я виноват, что вы работаете круглые сутки, и ему не с кем пообщаться, и не с кем сказать даже двух слов? Я! Ребенку нужен отец. Не сказки и исследования о кагетах ГГБ и Джеймсах Бонда, а реальный отец. Может, это я лишил его папы? Ну, что вы молчите? Это не ваше дело. Нет, это мое дело. Теперь это мое дело. Он верит, что я его папа. Пойдите, разобедите его в это. Кто его отец? А с чего вы решили, что у него вообще был папа? Из курса школьной биологии. Мне легко было спитва цена? Ой, только не надо. Не надо вот это вот легко-нелегко. Думайте, трое было искать легко-нелегко. О, а нашли, завели, воспитывайте. А мне своих проблем выше крыши. Вот так и помогай людям. Имейте в виду, что если я еще раз на своих жизни вместе, то у вас будут крупные неприятности. Понятно? Понятно. Только вы потом, когда остынете, холодильничек разборозьте. Ладно? Он, между прочим, саморазмораживающийся. Сыночка, хочешь, мы с тобой в кино сходим? Нет. А куда хочешь? Ну, куда. Тихо, ты должен меня понять. Я приходу домой, и что я пишу? Вы, извини меня за выражение, с каким-то алгаршом сидите на нашей кухне и неизвестно, чем занимаетесь. Он проедуха. От него неизвестно, что можно ожидать. А может, он нас сам окрасть хотел? Фиг хорошо не хотел. Но я не понимаю, почему ты даже не посоветовался со мной, прежде чем привезти домой чужого человека в наш дом? А это же не только твой, но и мой, наверное, правда? Потому что он мой папа. И просил, пока тебе не говорили. Ну, с чего ты взял, что он твой папа? Это он тебе сказал? Нет, он как раз и не хотел говорить. Но факты сходятся. Какие факты? Мама, какая разница, какие? Ты все равно будешь настаивать, что он не мой папа. Ну, потому что он не твой папа. Ответишь. Боже мой. Ну, конечно, мне доказать, что это неправда.